В Красноярске прошел юбилейный 15-й экономический форум Представители власти, бизнесмены и ученые обсуждали, какие резервы есть у России и как их реализовать в ближайшие 6 лет Одна из главных тем КЭФа – реализация проекта «Енисейская Сибирь» С помощью взрывчатки теплоэнергетики снесли самую старую трубу на ТЭЦ-1 Взамен построят новую выше почти в три раза Как высота трубы повлияет на экологию? Владельцы десятков павильонов в Красноярске получили уведомления о демонтаже Предприниматели с улицы партизана Железняка, возмущенные таким решением в нарушении федерального закона перекрыли улицу Что это? Шантаж или признание собственного бессилия? Итак, на этой неделе прошел юбилейный 15-й экономический форум В этом году его посетили более 5000 человек В Красноярск приехали представители более 40 регионов страны Число иностранных участников выросло в два раза Главная тема обсуждения – реализация потенциала России до 2024 года В работе форума приняли участие вице-премьер России Аркадий Дворкович Глава Минтранса Максим Соколов Представители Минфина, Минэкономразвития, Минэнерго Руководители и владельцы металлургических, энергетических, транспортных компаний А также вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко За три дня работы форума участники провели около сотни круглых столов И обсудили множество опросов От очень близких к каждому В частности, было подписано соглашение о строительстве в Красноярске аквапарка До тем федеральной повестки Например, механизмы реализации послания президента России Федеральному собранию Противодействия санкционным режимам А также реализация приоритетных проектов развития региона в Сибири В том числе мегапроекта Енисейская Сибирь В этом году КЭФ проходит в непростых для России условиях США ввели новые санкции против российских компаний Их акции на мировых биржах упали Снизилась и стоимость рубля Эти события, конечно же, наложили отпечаток на обсуждения и дискуссии на Красноярском экономическом форуме Некоторые вопросы рассматривались уже с учетом изменившихся внешних условий Правительство страны сейчас рассматривает меры, которые помогли бы преодолеть последствия санкций Как сказал в эксклюзивном интервью нашей телекомпании вице-премьер Аркадий Дворкович Главное, чтобы не пострадали работники этих предприятий Самое главное настоящий период обеспечить стабильную работу предприятий Обеспечить сохранение эффективных рабочих мест, которые были созданы последние годы за счет серьезных инвестиций И именно это сейчас на повестке дня Диалоги правительства с компаниями, с банками, которые являются партнерами компаний, попавших под санкции Мы этим активно занимаемся Естественно, мы это не должны делать громко и публично Это может только навредить процессу Но, прошу уж поверить, понимание, как решать эти вопросы, есть При этом мы не отказываемся от поддержки долгосрочных планов этих компаний Будем поддерживать и новые инвестиционные проекты, и экспортные поставки соответствующих предприятий И рассчитываем, что компании будут дальше работать эффективно, с полной отдачей Вы знаете, вот когда говорят о поддержке компаний Ведь у некоторых людей это видно в той же самой социальных сетях Возникает так, мы сейчас дадим деньги богатым людям Конечно, я же подчеркнул и с этого начал Приоритет поддержать стабильную работу предприятий Где трудятся десятки тысяч людей А с учетом смежников сотни тысяч людей То есть поддержать рабочие места Поддержать продолжение выплаты заработной платы Нормальных поставок как для производства, так и для продаж соответствующих продуктов, товаров, услуг Для компаний, а не собственников как таковых Некоторые из компаний, попавших под санкции, имеют весомое представительство в крае Например, структура Олега Дерипаски, тот же Росал И здесь сотрудничество не ограничивается экономикой Временно исполняющий обязанности губернатор окра Александр Ус сказал, что акционеры предприятий Намерены продолжать проекты и в социальной сфере, и в сфере экологии Как раз такие разговоры даже в телефонном режиме у меня состоялись и с главными акционерами Ну, прежде всего, русского алюминия и ряда других компаний, которые представлены у нас в крае И все социальные программы, все планы, касающиеся подготовки города В том числе к универсиаде, участие в благоустройстве и так далее будут сохранены Многие эксперты на форуме сошлись на мысли, что санкции это не только политика А еще и устранение России как конкурента на интересных для США рынках Ректор Российской экономической школы, профессор Шлома Вебер, говорит, что предсказать действия Трампа сейчас сложно И не только нашим аналитикам, но и американским Для этого был какой-то президент, президент Обама, президент Буш Они были представителями партий, представителями эстаблишментов Выбран был человек, который к этому отношения не имеет, его политика совершенно непредсказуемая Которая непредсказуема не только для России, но и для Соединенных Штатов Но это более даже серьезно, чем то, что мы не можем просчитать Америка не может просчитать, просыпаешься утром, и вот что-то опять произошло Возникают споры, даже уже здесь, на экономическом форуме, все-таки на чем сконцентрироваться? На разговорах о тех самых санкциях, которые сейчас в отношении нашей страны То есть обсуждать это, или все-таки действительно как-то отмести этого в сторону И уйти больше в региональную повестку? В региональные какие-то вопросы? Ну, санкции не могут быть забыты Они, ну, что же происходит ежедневно Это безусловно, но тем не менее, если заниматься только санкциями Санкциями, которые упомянули, то, в общем-то, свои региональные дела забываются На самом деле, что мы можем делать, что мы контролируем, это то, что мы можем контролировать И вот региональные вещи, вот делать, вот развивать Енисейский район, регион Вот эти вещи надо делать А санкции, они, ну, надеюсь, что немножко острота упадет как-то Ведь выборы в Соединенных Штатах будут в ноябре Выборы в Сенат и в Палату представителей Ну, выборы, где вполне возможно, почти наверняка президент потеряет часть своей Часть их возможностей, тогда, может быть, более разумный процесс Общения с Соединенными Штатами будет возможным Подчеркнул эту мысль профессора Вебера Мы не можем повлиять на санкции, но можем найти резервы внутри страны Этому и был посвящен 15-й КЭФ и главная его часть Презентация проекта Енисейская Сибирь Который объединяет усилия и экономический потенциал трех регионов Красноярского края Тывы и Хакасии Что даст этот проект, как характеризуют его экспертам Об этом в нашем сюжете Грандиозному проекту созданию макрорегиона Енисейская Сибирь на Красноярском экономическом форуме Был посвящен целый павильон Который занял примерно третью часть Всех площадей, отведенных под КЭФ Отсюда и можно понять, какая ставка сделана На реализацию этой идеи Как отметил вице-премьер правительства Аркадий Дворкович, важно, что идея возникла У самих регионов Если идея родилась снизу и отработана Именно самими регионами А также компаниями, которые здесь работают Значит она заслуживает поддержки и одобрения Она не навязана кем-то Это не было инициативой из центра Это было инициативой самих регионов На этом форуме На нынешнем предстоярственном форуме Эта идея наполняется проектом Три региона соседа Красноярский край, Хакасии и Тыва За счет объединения усилий Должны получить мощное развитие По расчетам эффект от проекта 10% роста промышленного производства И порядка 15% увеличения налоговых поступлений Очень позитивная тенденция Она есть здесь, есть на других территориях Потому что, конечно же, дополнительная синергия Всегда возникает, когда мы можем Скоординировать свои социально-экономические задачи Проекты просто близлежащие территории Вот упоминали Те же самые инфраструктурные проекты Например, скоростные магистрали Которые, я знаю, несколько таких проектов В стране, когда планируют соединить Достаточно крупные областные центры Рождая таким образом, по сути, новую Агломерацию промышленную В том-то и отличие Несельской Сибири, что это объединение Не ради реализации какой-то отдельной идеи А системное сотрудничество По множеству направлений Уже сейчас в портфеле макрорегиона 15 инвестиционных и инфраструктурных проектов Их презентация состоялась На Красноярском экономическом форуме Вот тут и можно оценить масштабы инвестиций и планов Это южный кластер на севере края Который даст почти 2000 новых рабочих мест И существенную прибавку в региональный бюджет 30 миллиардов за 10 лет Большие перспективы в золотодобыче В Мотыгинском и Северо-Инисейском районах Там неосвоенных запасов этого металла Более 500 тонн Огромные запасы цинка, сурьмы, свинца, магнезита Инвесторы готовы, но нужна инфраструктура Реализация проекта даст 15 миллиардов рублей налогов за 10 лет Ценогорск и Красноярск объединит Технологическая долина Где будут производить товары из алюминия Руководитель проекта Игорь Марчев Пояснил, что проект задумывался В формате особой экономической зоны Низкая стоимость ресурсов, растущий рынок, высокие компетенции Позволяют инвесторам эффективно реализовывать проекты по переработке алюминия у нас в стране Кстати, эксперты предполагают, что санкции, под которые попали предприятия алюминиевой отрасли Ускорят реализацию этого проекта Тут есть колоссальные перспективы Россия закупает за границей в год до 200 тысяч тонн продукции из алюминия От банок для газировки до велосипедов и радиаторов Все это можно производить в Красноярском крае и Хакасии И это только часть проектов Прибавьте сюда строительство международного транспортно-логистического хаба Развитие агропромышленного комплекса На долю трех регионов приходится 5% сельхозугодий страны Общий объем инвестиций, по оценкам экспертов, превысит полтриллиона рублей Это в два раза больше, чем бюджеты Красноярского края, Хакасии и Тывы вместе взятые Я думаю, что для Красноярского края, если каждые 10 лет будут реализовываться такие крупные проекты, как Нижняя Приангария Нижняя Приангария тоже, я хочу напомнить, было порядка 250 миллиардов для Красноярского края И здесь пол 500 миллиардов Если такие проекты будут реализовываться каждые 10 лет, то мы явно очень серьезными шагами двинемся вперед Вдобавок, тесное взаимодействие трех соседствующих регионов даст возможность более эффективно планировать размещение производств Мы действительно можем объединить усилия Вот сегодня и в стране, ведь очень больной вопрос, это вопрос территориального планирования Мы можем на границе между двумя субъектами вдруг сделать две птицефабрики А потом хвататься за голову и говорить, а куда же это девать? Вот здесь как раз, находясь в пограничной зоне, находясь рядом друг с другом, мы можем планировать эти вопросы для развития бизнеса То, что у трех регионов серьезное намерение сотрудничать и развивать совместные проекты Доказаны и подписанием в рамках КЭФа нескольких соглашений не только в сфере экономики Будет расширено межрегиональное сотрудничество в культуре, здравоохранении, туризме, архивном деле, природопользовании и охране окружающей среды, молодежной политики Это будет достаточно богатый регион, тем более, насколько я помню, это практически 16% территории Российской Федерации Уникальная природа, выход на севера Но я вам скажу, что если по-хорошему тут взяться и просчитать все, люди почувствуют буквально через 3-5 лет взаимную выгоду По мнению экспертов, создание бренда «Енисейская Сибирь» позволит сибирским регионам не только более эффективно конкурировать за ресурсы на федеральном уровне, но и продвигать свои инновации на мировом рынке А вот что думают об этом проекте главы трех регионов? Удалось ли им достичь согласия? Мы поговорили с первыми лицами Красноярского края ТВ и Хакаси и их мнение сразу после рекламы